Всем привет! В этом видео мы поговорим о том, как правильно необходимо бегать, чтобы похудеть. Проблемы лишнего веса сегодня волнуют едва ли не каждого. Женщины, мужчины, люди пожилые и молодые ведут непрестанную борьбу за совершенную фигуру. Один изнуряет себя диетами, другой с рвением и энтузиазмом потеет в спортзале, а третий героически отказывает себе в сладком. Методов борьбы с избыточным весом много. Однако есть абсолютно бесплатный и доступный практически всем способ, а именно бег для похудения. Во время бега организм тратит большое количество энергии. При этом нормализуется обмен веществ, сжигаются калории, улучшается моторика кишечника, притупляется чувство голода. Кроме того, укрепляются все мышцы тела, включая сердечную, защищается кислородом кровеносная система и снижается уровень холестерина в крови. Правильный бег для похудения придает бодрости, потягивает фигуру и помогает избавиться от ненужных килограммов. Разумеется, если вы имеете какие-либо хронические заболевания или медицинские противопоказания, стоит проконсультироваться с врачом перед началом занятий. Если вы бегаете трусцой по 10-20 минут, то похудеть вам вряд ли удастся. При такой нагрузке мышцы подпитываются сахаром из печени, называемым гликогеном. Его запасов хватает примерно на полчаса, на 30 минут, а затем организм переключается на другой источник энергии – жировые клетки. Поэтому для того, чтобы похудеть, необходимо бегать больше 30 минут. Однако переусердствовать тоже не стоит, поскольку жиры расщепляются медленно, организм начинает брать энергию из белков, в результате чего теряется мышечная масса. Итак, мы уяснили, что сбрасывать вес с помощью бега не только можно, но и нужно. Осталось разобраться с тем, как надо бегать, чтобы похудеть. Для этого необходимо следовать определенным правилам, которые помогут сделать ваши тренировки максимально полезными и приятными. Сколько необходимо бегать, чтобы похудеть? Если раньше вы не занимались бегом, то начинайте свои тренировки постепенно, без резких нагрузок, со спортивной ходьбы или коротких пробежек, примерно в 10-15 минут. Не вкладывайтесь в полную силу, иначе резкое напряжение может плохо сказаться в общем состоянии организма, в том числе и на работе сердца. В первый месяц ваша дистанция должна быть не более 1-2 километров, чтобы организм привык к физической нагрузке. Если процесс адаптации прошел успешно, то можно постепенно переходить на 3-4 километра. Помните о регулярности, чтобы избавиться от лишних килограммов, бегайте не реже двух раз в неделю, а в идеале проводите тренировки ежедневно. Чтобы сжечь больше калорий, попробуйте бегать с ускорением. Чередуйте ходьбу, бег, труссой и быстрый бег в полную силу в течение получаса на равных дистанциях. Бегайте с удовольствием и без принуждения в этом режиме, который для вас наиболее комфортен. Слушайте свой организм, и он подскажет вам, сколько бегать, чтобы похудеть, и тогда бег будет приносить вам не только пользу, но и радость. Если вы задались целью похудеть, не забудьте о разминке. Таким образом вы подготовите организм к нагрузкам и сжиганию калорий, а значит бег будет многоэффективнее. Растяжка перед началом занятий поможет вам избежать травм. Не забывайте о правильном питании. Сладкие, мучные и жареные блюда не прибавят вам стройности и сделают ваши тренировки практически бесполезными. А вот фрукты и овощи наоборот помогут похудеть. Пейте больше воды, но не позднее, чем за полчаса до занятий. Во время самой пробежки от питья лучше воздержаться. Выбирайте для бега натуральную и удобную одежду и не поскупитесь на хорошие беговые кроссовки, особенно если вы бегаете по асфальту. Если есть возможность, бегайте на стадионе или по грунтовым тропинкам в парке или в лесу. Твердые асфальтированные покрытия принесут вашим ногам больше вреда, чем пользы. Зимой можно отдать предпочтение беговым дорожкам в спортзале. Вдыхайте и выдыхайте через рот. Это непременное условие правильного бега для похудения. Утренний бег крепляет сердечно-сосудистую и нервную систему, а дневной укрепляет мышцы. Для похудения самым оптимальным является бег по вечерам. Однако, если у вас нет возможности заниматься вечером, делайте пробежки утром. Они помогут вам подтянуть фигуру и обрести стройность. Чтобы не было проблем с засыпанием, не стоит бегать непосредственно перед сном. Похудеть с помощью бега – это действительно реально, а кроме того полезно. Самое главное – бегать регулярно. И уже через несколько недель вы не только увидите радующий вас результат, но и обратите внимание, что появляется жизненная энергия, легкость во всем теле, бодрость духа и хорошее радостное настроение на весь день. А усиленное выделение во время бега гормона счастья, называемое серотонин, сделает этот процесс приятным. Худейте с удовольствием. Не забывайте ставить лайки, подписывайтесь на канал, смотрите следующее видео. Всем пока!